На организацию и проведение летней оздоровительной кампании в Свердловской области будет направлено 3 миллиарда рублей. В этом году юных свердловчан примет 1261 организация отдыха и оздоровления. Большинство из них это площадки дневного пребывания. Кроме того, школьников ждет 71 загородный оздоровительный лагерь и 27 санаторно-оздоровительных учреждений. Начальник отдела воспитательной работы и оздоровительной кампании Министерства образования Свердловской области Сергей Корсканов сообщил, что финансовые вливания только со стороны областного бюджета это более 1,7 миллиардов рублей. Общая сумма на организацию и проведение оздоровительной кампании в этом году порядка 3 миллиардов рублей. В этом году только на капитальные ремонты муниципальных лагерей будет затрачено около 200 миллионов рублей, что позволяет содержать их в соответствии с требованиями и нормами. В Минобразование Свердловской области рекомендуют родителям, прежде чем отправлять ребенка на отдых, необходимо проверить, включен ли лагерь в региональный реестр. Это является подтверждением того, что учреждение своевременно прошло паспортизацию. Официальный перечень опубликован на сайте ведомства, а также на портале «Уральские каникулы». Сергей Корсканов также отметил, что Министерство образования Свердловской области в Сицелосе действует разработке содержательных образовательных программ для проведения смен в лагерях. На сегодняшний день в ходе оздоровительной кампании регулярно проводятся тематические смены, в том числе технической направленности. Отметим, что для подготовки организаторов летней оздоровительной кампании в Свердловской области с 3 по 5 апреля пройдет межрегиональный форум руководителей и педагогов организаций отдыха и оздоровления детей «Уральские каникулы». В рамках форума пройдут семинары по актуальным вопросам сферы отдыха и оздоровления детей. Будут презентованы лучшие практики. Планируется, что в работе форума примут участие отечественные ученые и ведущие специалисты в сфере отдыха и оздоровления детей из Москвы, Новосибирска, Перми, Тюмени и Екатеринбурга. Будем надеяться, что и артемовские лагеря будут полностью готовы к детскому оздоровительному сезону. Будет обеспечено качественное питание и предусмотрены все необходимые меры безопасности. Не будем забывать и о пришкольных лагерях дневного пребывания, в которых ребята не просто отдыхают, а с пользой проводят время, развиваются и получают новые знания. Пожелаем ребятам приятных каникул, а сотрудникам детских учреждений, чтобы сезон прошел без неприятных ситуаций.